Нечем заняться? Хочешь посмеяться от души? Заходи на канал Сони Берга, здесь вы сможете найти кучу смешных и интересных видео, кучу выпусков по основной рубрике «Лучшие приколы». Заходи, смейся и убивай время. Как делишки-леветишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию «Без модов», где сегодня мы будем рассматривать всех персонажей в Майнкрафте. «Стори мод», только в обычном Майнкрафте, без модов. Я недавно прошел эту замечательную игру, я не знаю, почему я ее так поздно начал проходить, но она мне очень сильно понравилась. Так зацепило то, что я уже даже делал одно видео, где мы убегали от Визершторма, и сейчас я покажу вам всех персонажей только в обычном Майнкрафте, с помощью только одной команды, вы, в принципе, знаете, как это все делается. Но, ребята, перед этим хотел бы вас поздравить уже с Новым Годом, реально желаю всем счастья, удачи в учебе, в учебе кучу друзей и, в принципе, всего самого лучшего. Праздник-то действительно очень большой и только один раз в году, поэтому, ребята, всех вас с Новым Годом. Но не забываем также ставить лайки, ведь каждый ваш лайк действительно многое решает. Я буду очень сильно рад, если мы наберем 1200 лайков, я прям верю в то, что мои подписчики смогут это сделать. Поэтому не поленись, поставь лайк и также подпишись на мой канал. Вот там, вот-вот там, в том уголку есть красненькая кнопочка с надписью подписка, и также под видео есть кнопка с надписью подписка, подписька, подписька, подпишись, и я действительно буду очень сильно рад. Каждый подписчик для меня как друг, и я вас всех приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Но сейчас, ребята, мы будем приступать к самому видео. В первую очередь нам нужно выдать себе командный блог. Я, если честно, уже не помню, как он делается, потому что никто не помнит. Всё, уже никто не помнит, ребята, не спрашивайте меня в комментариях, мол, Эдисон, как выдать себе командный блог? Я не знаю, ребята, вот я у вас спрашиваю, как выдать себе командный блог? Пожалуйста, кто-то мне напишите, потому что я уже сам забыл, как его выдавать. Честно, ребят, я не помню, можете даже у меня не спрашивать. Я забыл. Всё, Эдисон не помнит, как выдать командный блог. Ставим вот эту команду на призыв новых персонажей с Minecraft Story Mode, только в ванильном Майнкрафте и с помощью одного команд блога. Мы сразу же вот это всё активируем, нажимаем, и у нас появляется вот такая фига дня большая. Тут, если мы нажмём на вот эту кнопочку, то у нас в инвентаре появятся яйца призыва всех персонажей с Minecraft Story Mode. Давайте мы всех их подробно рассмотрим. Ребята, вот действительно мне интересно, напишите в комментариях, кто из вас играл в Minecraft Story Mode и кто его прошёл до конца. Я спойлерить не буду, хоть в принципе в этом видео спойлеры будут, потому что, ну, сама суть видео, сама рубрика и сама тема о этой игре. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, кто проходил эту игру и понравилась ли она вам. Я вам скажу, мне она действительно очень сильно понравилась. Я не знаю почему, но она реально была очень увлекательная. Первый персонаж это у нас, конечно же, Джесси. Самый, самый главный персонаж в Minecraft Story Mode, то есть главные герои. В принципе, на начале, как я понял, там можно выбирать кучу других персонажей, но я выбрал Джесси. И в принципе, мы можем их сравнивать, как они выглядят в игре, то есть в Майнкрафте, и как они выглядят в самой игре Minecraft Story Mode. То есть, как видите, они даже ещё могут входить, но самое главное, если вы будете устанавливать вот эту команду у себя в Майнкрафте, не спауньте больше, чем одного персонажа. То есть, если вы заспауните Джесси и потом ещё одного Джесси, то у вас команда просто-напросто поломается. Даже в чате нам написала и нас предупредила, мол, не спауньте больше, чем одного персонажа. Другого персонажа мы сможем заспаунить без проблем. Это лучший друг Джесси. Это маленький поросёнок, которого зовут Рубен. Я не буду спойлерить, кто, что, куда он ушёл, что с ним случилось, но очень прикольный питомец. Я, если честно, очень за ним так, не знаю, скучаю и привык, можно даже сказать, потому что поросёнок мне больше бы понравился, чем, например, я не знаю, тот же волк или оцелот. Я не знаю, но он реально очень прикольный. Следующий персонаж это у нас Петра. Петра или Петра, я не знаю, как её правильно называть, но мне кажется, Петра... Допустим, это... Вот она, да. А это... Ну, как вам объяснить, ребята? Кто играл, в принципе, знает, кто это такой. Кто это такая? Это... Крутая деваха, которая была на начале самой игры, но потом с ней случилось небольшое несчастье. Я не буду говорить, что, но она на начале была прям самая такая крутая в городе. И, в принципе, Джесси ей помог. Нет, сначала она Джесси помогла. Джесси был вообще никем. Потом Джесси ей помог. И потом помогал ей в течение всей игры, да, в течение всей истории. Если честно, мне кажется, у них там были какие-то шуры-муры, потому что, когда она всегда возвращалась к нему, она говорила, мол, о, как я за тобой соскучилась. И он ей говорил, о, как я за тобой соскучился, то есть всё с тобой в порядке и всякое такое. Поэтому, может, это муж и жена в дальнейшем, да. Следующий персонаж это Аксел. Аксель, да, как его называли. Бровастый. Я не знаю, почему ему сделали такие брови, но у него реально одна брова. Может, он, ну, не знаю, откуда пришёл. Но это его самый лучший друг. То есть это лучший друг Джесси. Но, если честно, так ближе к середине игры у них там начались какие-то тёрки. Они, я не знаю, лично мне показалось, что они перестали так дружить друг с другом. И, в принципе, они даже перестали нормально общаться. Они общались, то ли, там, с небольшим таким сарказмом, иронией, в принципе, без какой-то нереально большой дружбы. Но всё же к концу игры они, 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 как обычно остались нормальными так друзьями. Следующий персонаж это у нас Оливия. Также лучший друг Джесси, только лучший друг с части женского пола, да. То есть Аксель это мужской пол лучший друг, а Оливия это женский пол лучший друг. Поэтому, ребята, она дружила так же, как и с Акселем, так же, как с Рубином, так же, как и с Джесси. И, в принципе, тут у неё улыбочка и, как бы, борода, я не знаю, то ли немного наркоманская. Но, всё же, в принципе, они действительно очень похожи. Если учитывать то, что это ванильный Майнкрафт и сравнивать с персонажами самой игры, то они, если честно, очень даже похожи. И, в принципе, да, она, можно сказать, очень даже круто выглядит. Следующий, следующий персонаж с первой команды, потому что у нас будет ещё одна команда, да. Увидите, кто это будет. Последний персонаж это Лукас. Кто это такой? На начале они были врагами с Джесси, да, они ненавидели друг друга, они вообще не могли находиться. У них всегда были там какие-то споры, состязания, потому что на начале там был какой-то конкурс строителей, да, на начале самой игры. И они состязались между двумя командами, да, то есть команда Джесси и команда Лукаса. Но со временем, со временем, со временем они нашли общий язык, помирились, даже стали друзьями. Но Лукас потом немного начал портиться, но всё же, как обычно, к концу игры, так же, как и Аксель, они помирились и, в принципе, ну, спасли друг другу жопу, можно сказать. И стали, в принципе, тоже нормальными друзьями. Ну что, ребята, первая часть персонажей с Minecraft Story Mode у нас завершена, мы сейчас будем приступать к второй части, где мы рассмотрим ещё 5 или вроде 6 персонажей, которых ещё не хватает. А кто это будет, вы, ребята, сейчас увидите. Ну что, ребята, мы приступаем к следующей команде и, в принципе, сейчас мы заспауним остальных персонажей с Minecraft Story Mode. Ну, кто это такие? Для начала давайте мы хотя бы создадим вот эту, вот эту команду, точнее, вот эту махину и выдадим себе спам вот этих всех единиц. Как я сказал, у нас 6 персонажей, то есть 5 персонажей, 1 босс, можно и так сказать. Ну, давайте рассмотрим, кто это такие. Это, ребята, бойцы, это участники, члены Ордена Камня, да, как они себя называли. Первый это Габриэль, это Габриэль, там, воин, да, как он себя называл. В принципе, если честно, очень даже похож. Он на протяжении всего процесса прохождения игры, можно сказать, потерял память, да, то есть с ним там случилась какая-то фигня, я не буду говорить что, но, в принципе, я знаю, и он потерял память. Но всё же к концу он опомнился и опять вспомнил то, что он был Габриэль воин. Но не всё-то так просто, там была небольшая загвоздочка, которая, ну, которая произошла в прошлом с этим Орденом Камня. Но я не буду говорить какая, если вы ещё не проходили, если вы думаете её проходить, я спойлерить не буду, ребята, проходите, это реально крутая игра, она вам понравится. Следующий, это был, да, как я уже сказал, это был воин, следующий член Ордена, это у нас девушка. Как её звали? Её звали Элигард. Она была Редстоун инженером, да, то есть она знала делать всё, она была прям богом инженерства, то есть богом Редстоуна, можно сказать. А она трудилась, когда мы её встретили, в тот момент она трудилась над созданием командного блока, да, то есть хоть в Майнкрафте его нельзя создать, но в самой игре Майнкрафт Стори Мод она пыталась его создавать. И потом с помощью Джесси, Оливии, ну или другого персонажа, зависимо какого вы выбрали, чтобы он пошёл с вами. Вы помогли ей, помогли или нет? Я не помню, но что-то вроде они там создавали командный блог и то ли получилось, то ли нет, я не помню. Ребята, проходите, смотрите сами. Но это девушка, хоть на ней и шлем, не очень так видно, но всё же, ну всё же губы накрашены, можно понять, да. Следующий член Ордена Камня, это у нас Магнус. Он, я не знаю, ребята, он может сказать тоже боец, только боец с помощью ТНТ. То есть у него какая специальность, делать всё с помощью ТНТ, то есть взрывать, побеждать, убегать, нападать, всё только с помощью ТНТ. В принципе он был большим специалистом в этом, в этом деле. Но он, если честно, немного так раздражал меня, я не знаю, почему он был слишком какой-то такой, я не знаю, как это объяснить, но он немного меня раздражал. Но всё же тоже прикольный чувак с собой маской и даже тут у него ТНТ в руках. Следующий, вот, четвёртый, да, четвёртый член Ордена Камня, это у нас Сорен. Когда мы его встретили в самой игре, у него поехала крыша, потому что он уже давным-давно сбежал, он уже давным-давно прятался. И знаете, где он прятался? Он построил большущий дом, большущий какой-то, большущий участок с искусственной природой. Если вы не понимаете, то я вам ещё расскажу, проходите игру и вы поймёте. И у него от одиночества уже съехала крыша. То есть он, в принципе, не понимал, где он находится, что он делает, и он даже начал дружить с Эндерменами. Они для него были как реальные друзья. Да, может это для вас звучит странно, но в игре это было действительно так. Сорен у нас был строителем, то есть он строил прям большущие и очень красивые постройки. Как я уже сказал, его дом находился, как я помню, вроде в Эндермире, да, там, где живёт у нас дракон. Но я помню, что у него была ещё где-то секретная база в обычном мире. Да, она ещё там была. Да, через эту секретную базу вы попадали в мир Эндера, в его секретный дом. Да, ну, в принципе, это у нас Сорен-строитель. Но, по ходу дела, по ходу прохождения самой игры, у нас оказывается то, что в Ордене Братства, вот этого Братства Камня, Орден Камня, у нас был ещё пятый персонаж. О котором никто не знал, и его существование, и вообще участь в самом Ордене Камня вообще попытались скрыть. И это у нас был Айвор. Он, в принципе, как его представили в игре, он был злым персонажем. То есть, с его помощью, вот этот самый главный босс в игре, который уничтожал весь мир, и которого нам нужно было победить, это он его создал. Но он его создал по одной, в принципе, важной причине. На начале все думают, что он злой, но потом случается что-то другое, потом всё объясняется, и потом он даже сожалеет об этом. Но в какой-то степени я не буду объяснять, из-за чего это всё произошло, из-за чего он перешёл на тёмную сторону. И, в принципе, из-за чего он потом жалел, что вообще это сделал. А в самом, самой сути, что он сделал, и, в принципе, какое приключение он предоставил нашим главным героям. То есть, Лукасу, Акселю, Петре, Петре, или как её там называть, Джесси, Оливии, и также Рубену. Он создал Визер Шторма. Тут он представлен как, в принципе, человек, но в игре он был гигантским визером. То есть, как его скрафтили. Ребята, давайте я даже вам сейчас объясню, как его, как его крафтили. В игре его скрафтил вот этот Айвор. То есть, на начале игры у нас, мы встретили Петру, и она, вот, смотрите, он даже летает. И она должна была поменять один череп иссушителя на один алмаз. В принципе, неравноценный обмен, но всё же в игре считалось то, что, наоборот, один алмаз это очень много за один череп иссушителя. Но Айвор её обманул, и тем самым забрал себе череп иссушителя. И он создал скелета. Не скелета, а точнее Визера, да. Он, в принципе, хотел, чтобы просто проучить вот этот весь Орден, и он создал Визера. Но это был необычный Визер, как вы знаете, если мы сейчас поставим сюда череп, то у нас заспавится обычный Визер. Но это был необычный Визер. То есть, вместо... У меня уже команды нету. Вместо вот этого блока, точнее, дайте я сейчас выдам себе. Вот, вот, вот так. Вместо вот этого блока, вот этого песка, да, пескодуш, у нас был командный блок. И, дайте я, смогу ли я поставить? Вот так. И у нас заспавился какой-то специальный, какой-то уникальный Визер босс. Не обычный, если бы у нас тут находился вот этот песок, у нас бы заспавился обычный. Но с помощью командного блока он его запрограммировал. То есть, я вообще не знаю, откуда он нашёл вот этот командный блок, где-то в каких-то потайных уголках мира. Потому что, даже тогда, когда мы встретили Элигард, я не знаю, где она бегает вот тут, она только пыталась создавать вот этот командный блок. А у Айвора он уже был. То есть, он его всё-таки где-то сумел достать. И с помощью только вот этого командного блока, который послужил тем, то, что вот этот Визер Шторм был необычным Визером. А из сушающей бури, которая превратилась в тем, в гигантского нереального Визера, он, вот этот Визер, начал просто уничтожать весь мир. И нашей компашке, как я уже сказал, Джесси и его друзьям нужно было найти способ, как уничтожить вот этот блок. Они даже находили гипер-супер-пупер какой-то ТНТ, гипер-бумбу, или как они её там называли. Это не помогало. Одно не помогало, даже зелья, то есть запасной план, какое-то специальное зелье, которое Айвор создал на случай, если что-то пойдёт не так, даже оно не подействовало. Это было на самом начале, в первом эпизоде, даже оно не подействовало. Но потом, можно сказать, Айвор даже их всех выручил, потому что он сказал, как же можно победить вот этого Визер-босса. И, в принципе, Джесси и его компашка воспользовались вот этим планом и действительно не сумели это сделать. Я не буду объяснять, как это всё произошло, что было именно. Если вы хотите, ребята, то, в принципе, скачивайте, покупайте эту игру и проходите её с большим удовольствием, потому что, как я уже сказал, она мне очень сильно понравилась. Всё это закончилось на четвёртом эпизоде. Они победили, они вот это всё сделали. Как они победили, я уже говорил, посмотрите сами. Но, в чём суть? То, что после четвёртого эпизода у нас написано, что ещё будет пятый эпизод, потому что в четвёртом эпизоде они, компашка Джесси, стали новым братством. То есть, Орденом Камня только новое поколение, да, пришли на замену старого Ордена. И, как нам говорилось, то, что в пятом эпизоде будут приключения нового Ордена. Я, если честно, честно жду, и я очень хочу посмотреть, что будет, какие приключения ожидают наших героев и вообще, что с ними случится. Но, ребята, в этой серии я вам показал и даже рассказал небольшую историю вот этой всей замечательной игры. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. На этом мы заканчиваем. Я ещё расскажу, вот эти две команды находятся в описании. Вы уже можете зайти, скопировать и также добавить вот этих персонажей к себе ванильным Майнкрафт. Потому что, если честно, я рад их видеть. Я, как уже сказал, я прошёл вот эту всю игру и я рад их видеть даже в ванильном Майнкрафте. Поэтому, ребята, на этом мы уже будем, к сожалению, заканчивать. Но не беспокойтесь, потому что мы встретимся в следующем видео. А когда оно будет, когда оно выйдет, зависит только от вас. Набираем 1200 лайков и сразу же выходит следующее видео. Не так-то сложно, ребята. Согласитесь, что это много времени у вас не займёт. Но за эту секунду, если вы поставите лайк, вы действительно сможете сделать мне очень приятно. И я действительно просто-напросто буду очень сильно вам благодарен. Также не забываем подписаться на мой канал. Вот там в уголку есть красненькая кнопочка с надписью подписка. И также под этим видео есть также кнопочка, где вы можете её нажать и подписаться на мой канал. Тем самым вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я всех вас приглашаю. Потому что каждый подписчик для меня друг. Я всех вас ценю. Ребята, не ленитесь. Лайки, подписки. В принципе, видео выйдет намного быстрее. К сожалению, мы прощаемся. Но встретимся в следующем видео. Я ещё раз вам всем говорю спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята. И всем пока.